всем привет кто смотрит этот канал самый частый вопрос какую я зарядку использую для заряда аккумуляторных батарей так вот сегодня у меня новая зарядка или вернее сказать лабораторный блок который любезно предоставлен мне вот этой вот китайской компанией и вот его модель посылка пришла в картонном ящике запакована таким образом инструкция на языке потенциального противника и сам лабораторный блок питания крокодильчики сетевой шнур и больше в общем-то ничего нету сетевой шнур точно такой как от компьютера с вот такой вот маркировкой 3 на 0 75 миллиметров квадратных до 500 вольт сам блок запечатан в пленку черного цвета еще бывает блоки белого цвета но мне кажется черный более практически в комплекте два провода крокодильчики крокодильчики пропаяны насколько качественная пайка покажет время новом всяком случае они не просто обжаты а еще и припаяны сами штыкера довольно плотно входят гнезда и не болтаются задней части блока вентилятор на 80 миллиметров разъем и есть тут предохранители вытаскивается по моему вот так вот да вот таким вот образом здесь два предохранителя так что если что-то блок защищен и сгореть не должен этот блок одноканальный то есть к нему можно подключить только одно устройство бывает блоки которые можно подключить несколько устройств но это не та модель провода к нему подключается либо таким штекером который заходит в гнездо довольно плотно либо можно открутить эту гайку клеммы на передней панели есть клемма плюс красненькая клемма минус черненькая и клемма земля если вдруг вам надо заземлиться померяем диаметр резьбы около 6 миллиметров можно подключаться с помощью вилочек или вот таких вот кем поставили гайку закрутили все клемма зажата и подключена есть еще третий способ подключения у клеммы есть сбоку отверстие можно засовывать контакт таким способом и прижимать опять же гайки что довольно удобно должен вам сказать включается блок кнопкой на передней панели таким вот образом и в нем еще есть выход для usb на 5 вольт 2 ампера посмотрим что он выдает 5 11 вольт при необходимости можно подключить устройство которое питается от usb есть четыре регулировки 2 на постоянный ток 2 на постоянные напряжения все регулировки проворачивается ровно на один оборот левая получается грубой настройки правая получается тонкой настройки то есть регулирует сотые точно так и регулировка тока грубая настройка и тонкая настройка три знака после ноля ну и соответственно есть показания силы тока в амперах, напряжение в вольтах и мощности в ваттах. Есть лабораторные блоки, у которых только две настройки, одна по току, одна по напряжению и нету у них вот этих вот тонких подстроек, но в этом блоке все хорошо. Также есть множество блоков, которые не показывают потребляемую мощность, но этот блок все показывает, все у него хорошо. Еще одно преимущество этого блока, который мне понравился, при включении не включается сразу вентилятор, то есть он не гудит, не давит на уши, потому что некоторые блоки включаешь, допустим, как у меня сварочный аппарат, и тут же включается система охлаждения. Этот блок молчит и будет включать вентилятор по мере надобности. Ну и надо еще сказать, что этот блок имеет термозащиту, поэтому при перегреве он будет просто аварийно отключаться, что тоже есть очень хорошо. Опять же, почему я выбрал этот блок, потому что он, имея термозащиту, может работать длительное время при полной нагрузке, потому что некоторые блоки, они рассчитаны только на маленькую нагрузку, то есть проверочную. Подключил, проверил и тут же его отключил, потому что он будет перегреваться. Так вот этот блок может работать длительное время при полной мощности, что позволяет ему заряжать аккумуляторные батареи неограниченное время. Давайте подключим к блоку лампочку, посмотрим, как это все работает. Лампочка загорелась. Смотрим, что показывает блок. Потребление 0,3 ампера, 11,27 вольт, 3,7 ватта. И можем регулировать напряжение. Делаем меньше, лампочка горит менее ярко. Делаем напряжение больше, лампочка горит более ярко. Практически этим блоком можно выполнять множество задач. Ну давайте еще проверим реле генератора, как оно работает. Плюс на плюсовую клемму, минус на массу. И подключаем опять же лампочку к щеткам. Давайте посмотрим, при каком напряжении срабатывает наше реле. Подключили, смотрим, лампочка горит, значит ток идет. Давайте будем повышать потихонечку напряжение. Сработало реле, лампочка потухла. Давайте определимся, при каком напряжении будет загораться лампочка. То есть, будет включаться реле подавать ток на обмотку генератора. Крутим тонкую подстройку. Загорелась. Давайте в обратную сторону, когда потухнет. Потухла. Таким образом, нижний порог срабатывания реле 14,15 вольт, верхний порог срабатывания реле 14,5 вольт. 14,51 даже. Вот для чего нужна тонкая подстройка. При проверке реле генератора незаменимая вещь. Без тонкой подстройки сделать, конечно, можно, но не так удобно. Так вот, почему я для работы с аккумуляторными батареями выбрал не стандартную заводскую зарядку, а именно лабораторный блок. Дело в том, что лабораторный блок при работе с аккумуляторными батареями, в частности, при их зарядах специальных или их восстановлениях, позволяет выбрать такие режимы, которые не позволяют выбрать стандартная заводская зарядка. Для того, чтобы выставить постоянный ток при заряде аккумуляторной батареи, то есть поставить граниту срабатывания потока, надо соединить крокодильчики вместе, то есть замкнуть. И здесь уже тогда крутилкой можно поставить любое значение по току. И блок будет заряжать по этому току ваш аккумулятор. Чтобы выставить порог напряжения, крокодильчики рассоединяем и крутим регулятор грубой настройки, регулятор тонкой настройки и добиваемся того значения, которое нам надо. Ну, допустим, поставим, нам надо 14,7. Поставили приблизительно и тонкой настройкой подвели. Без каких-либо проблем. У этого производителя есть много моделей этого блока с разным током, с разным напряжением. Но я выбрал напряжение 30 вольт и максимальный ампераж, который он может дать, это 10 ампер. Для заряда аккумуляторных батарей этого вполне себе хватает. 10,2 выдает. К минусам этого прибора можно отнести то, что он рассчитан на работу при температуре от 0 до 40 градусов тепла. То есть при минусовых температурах он работать не рассчитан. Но, честно говоря, я заражал аккумуляторную батарею при минус 15 градусах. Я это показывал в прошлом видео. И этот прибор вполне себе нормально справился, без каких-либо проблем. И ничего с ним не случилось. Никакая холера его не взяла. Так что, невзирая на то, что производитель не рекомендует его использовать ниже, чем 0 градусов, нормально он работает и при минусовых температурах. Неоспоримым преимуществом этого прибора, почему я его и выбрал, почему он пригоден для заряда аккумуляторных батарей, это то, что этот прибор может заряжать как по постоянному току, так и по постоянному напряжению. Сейчас горит этот диод, что означает Carnes Volt, то есть постоянное напряжение. Прибор работает по постоянному напряжению. Но если мы изменим ток, видно загорелся этот диод, этот потух, что означает Constant Current, то есть постоянный ток. Прибор работает при постоянном токе. Прибор сам автоматически переключается с постоянного напряжения на постоянный ток. И обратно. Зачастую подобные лабораторные блоки работают по принципу прерывания тока. То есть точно так, как работает это реле генератора. Прекращается полностью подача тока на нагрузку. Но этот блок работает немножко по другому принципу. И в этом, опять же, его большое преимущество. Особенностью этого прибора, ему подобных, является то, что он имеет встроенную шину с автоматическим преобразованием постоянного тока или постоянного напряжения, которое может автоматически переключаться между состоянием постоянного тока и состоянием постоянного напряжения. В зависимости от того, как меняется нагрузка, которую мы подключили к клеммам. Смотрим, как заряжается. Итак, заряжается сейчас, вот говорит лампочка, по постоянному току. 4 ампера напряжение, соответственно, упало. По мере заряда напряжение будет расти. И сейчас произойдет чудо. Вот оно произошло. Только что аккумуляторная батарея заряжалась по постоянному току, теперь она переключилась на постоянное напряжение. Напряжение постоянное, ток резко начал падать. Таким образом, на этом устройстве можно реализовать тот же режим, который существует на зарядках-автоматах. То есть, заряд аккумуляторной батареи по остаточной емкости. Именно поэтому и был выбран этот лабораторный блок, потому что он позволяет делать практически чудеса. И если взять в расчет то, что можно настроить практически любое значение вольтажа и ампер при заряде аккумуляторной батареи, то, соответственно, этот блок лабораторный имеет неспоримые преимущества перед заводскими зарядками. К минусам можно отнести то, что он, конечно, сам по себе не выключается при, скажем так, полном заряде аккумуляторной батареи. И не имеет специальных режимов для восстановления аккумуляторных батарей. Но обычно такие режимы в стандартных заводских устройствах для заряда батарей, они больше фикция, чем полезные. Допустим, я могу задать максимальный порог заряда по амперам, то есть по силе тока. Могу задать порог срабатывания напряжения и заряжать свою аккумуляторную батарею в режиме автомата. То есть у меня напряжение будет постоянным, а ток будет падать вплоть до нуля. То, что делают автоматические зарядные устройства. А при необходимости я могу поднять напряжение до 15, до 16 и поставить столько, сколько мне надо. Можно поднять, конечно, и до 30, но для аккумуляторных батарей это уже слишком. Больше универсальность, больше возможности. А значит он для меня более интересен, чем простое зарядное тупое устройство. Специально для любителей позаглядывать, что там внутри. Сбоку есть перфорация для вентиляции, снизу тоже. В средине выглядит вот так. Провода на клеммы плюс, минус и земля. Закручено вроде хорошо, ничего не болтается. Все вроде аккуратно, несмытых флюсов нет, как часто на ютубе показывают. Некачественная пайка. Здесь такого не наблюдается. Фиксирующие герметики на конденсаторах. На контактных колодках. Силовые элементы посажены на термопасту. Мягкая термопаста, не задубевшая. В качестве холодильника, я так понимаю, применена алюминиевая толстая пластина. Практически на всю длину и ширину блока. Находится внизу. Тут надо сказать, что при работе этого прибора, он вентилятор охлаждения ни разу не включал. То есть ему не надо было. Он не грелся. То есть по части перегрева здесь все просто отлично. Ну и к тому же он имеет термозащиту. Единственный раз, когда включился у меня вентилятор на этом приборе, это когда я его использовал на полную мощность. Дал ему 10 ампер и 17 вольт. Вот тогда действительно вентилятор включился. А сегодня было вот такое вот видео. Прибор действительно очень интересный и очень полезный. Особенно тем, кто занимается всякого рода электронным оборудованием и аккумуляторами. Лично для меня так очень даже интересен. Ссылку на продавца я оставлю внизу. И обязательно пишите в комментариях ваше мнение по поводу этого моего нового оборудования. Я думаю, что на этом канале с этим прибором появится еще не одно видео, потому что он открыл новые горизонты для творчества. Поэтому не забывайте подписываться, кто не подписан. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok